Александр Васильевич, еще раз день добрый. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Есть предложение сделать такую нетленочку, которая долго не устареет. Такой общий глобальный взгляд. Опа-ньки. Ну, в общем, не совсем по адресу, но попробуем. Ну, нет, не совсем глобально, чтобы вечер не устарело. Что сказать, геополитика мешает торговать, либо наоборот, она дает волатильность, раскачивает рынок, появляется амплитуда и помогает трейдерам? Ну, помогает, мне кажется, сейчас вообще такая диапазонная стала торговля. Ну, мне лично помогло, в общем, немножко не сказать, что сильно, но, в общем, какие-то движения удалось поучаствовать. В общем, рынок волатилит в определенных рамках, это хорошо для спекулянтов сейчас. Для инвесторов, я думаю, тоже, может быть, уже время какое-то присматриваться наступает. Поэтому, если горизонты вперед, то, я думаю, на горизонте там месяц вряд ли каких-то больших изменений по индексам произойдет, да. Но если вот мы 3,800 и выше по ММВБ зайдем, вот, наверное, оттуда может начаться рост такой, до дивидендных выплат примерно, до лета, до июля. Присматриваться, это, знаете, как в Советском Союзе раньше. Профсоюз не дал талон на машину, ходим в салон, присматриваемся. Ну, а мне профсоюз дал талон на машину. Помнишь, я тебе говорил, на автомобиле АК, говорит, вы 300-й в очереди, по две штуки в год выдают. Так что нормально вам достанется. А какие операции вы, операции, операции, что-то кровавое, какое-то слово. Какие трейды вы сделали? Ну, я по плану, в принципе, наверное, продавал набранный в маржу Сбербанк с Газпромом, 270 Сбербанк, 330 Сгазпром. Вот, как хотел, так и сократил. Сейчас маржи у меня нет. Вот, УФЗ продавать не пришлось. Держу. Ставка тут у нас в конце недели. Вот, так что я пока что, наверное, в рынок два раза зашел, два раза вышел и там по 5% немножко заработал на небольшом объеме. Вот, так что сократил Сбербанк с Газпромом. И набрал, знаешь, сейчас, вот я был противник глубины, но сейчас купил две бумаги такого второго эшелона. Это Детский мир и ФСК ЕС. Примерно по текущим ценам. 0,14 ниже ФСК. И Детский мир, вот после того, как байбэк они объявили вчера, думаю, что там я так прикинул, объемы относительно дневных оборотов большие. Может, бумага спокойно сходить 10-20%. А откуда такая уверенность, что рынок сейчас будет месяц, сильно котировки не изменятся? Ну, сильно не упадут, наверное. Ну, уверенности придает, что вот это все противостояние наше, которое есть, да, вот ультиматум декабрьский, он перешел в завершающую фазу, на первый план вышел президент. Вот буквально на днях. Думаю, что эта все история близка к завершению, и закончится она, наверное, так сказать, какими-то усилиями по выполнению минских соглашений, скажем так. Вот сейчас, мне кажется, туда все движется, и риск военных действий сильно уменьшился, с моей точки зрения. Вот. Но для того, чтобы рынок наш начал расти бодро, должна общая такая ситуация быть хорошая. А сейчас в США-то ожидание повышения ставок, то есть там примерно там у нас минус 5 и у них минус 5, да, с начала года, если в процентах по индексам смотреть. Вот. Я думаю, что Америка расти не будет до конца марта, до середины марта. Ну и у нас, соответственно, такой будет боковик. Вбросы какие-нибудь негативы обязательно еще будут. Не дай бог, если еще и стрельба какая-нибудь начнется. Вот здесь я буду доллар покупать, если вдруг что-то такое пойдет не по плану, потому что сейчас ЦБ ушел, укрепился рублик хорошо. Я думаю, даже 7370 куда-нибудь может сходить. Ну, ЦБ опять выйдет наверняка уже в пятницу или в понедельник с покупками. Так что вот такие общие мазки и планы. Вот. То есть покупка доллара в случае обострения акций, ну, наверное, пока диапазонная торговля дадут дешевле купить, чем 330 Газпром и 207 Сбербанк. Ну, хотя бы процентов на 5 буду покупать. Ага. Ну, вот вы сбросили плечи по Газпром 330 и 270 по Сбербанку по обычке и хотите купить. А вот это вот основное тело, мясо, вы до какого уровня будете держать? Ну, мясо я держу всегда. До какого уровня? Оно у меня сейчас составляет 60% от портфеля акций. Да, вот. Ну, не знаю, обычно я до 50 сокращаю, но сейчас не вижу особенных поводов. Так что буду, наверное, если останется так 60 где-нибудь к апрелю, то, может быть, там буду сокращать. А может быть, так и продолжу удерживать позицию, перевес в акциях чуть-чуть до дивидендов. Пока в ближайшее время, вот следующий уровень, где я, может быть, продам Сбербанк, это 290 рублей. Вот он будет, 290 и Газпром 350. Вот там я буду рассматривать сокращение акций. Не будет такой цены, буду сидеть и не продавать. Понятно. Ну, может, меня поздравить, я купил ВК. Поздравляю. Теперь я в лодке с Артемом Сергеевичем. А, ВК, это же моя боль, Андрей. Я ВК покупал, у меня средняя была 2000 и по 1400 я от них избавился, слава богу. Ну, и я теперь с тобой тоже в лодке. 900, 800, 700, 600 маленькими объемами. Я там тоже сижу и посредней выше, чем сейчас. Ну, объем небольшой совсем. Ну, понятно. Я сформировал среднюю, где-то 588 примерно. Ох ты, какой молодец. Вот. И я хочу ждать, я хочу, чтобы мне дали настоящий прайс. Вот что вы ждете от акции ВК? Вот ничего не жду. Тысяча рублей и продам. И не знаю, как там будет развиваться. Жду, что новое руководство, какие новые стратегии там или новые тактики предложат. И жду показателей в плюс, скажем так, по прибыли. Чтобы хоть какую-то прибыль нарисовали. Кстати, я Яндекс еще купил, вот по 3300 немножко Яндекса купил. Как и планировал в прошлый раз, по-моему, с тобой. Когда мы с тобой в прошлый раз? Месяц назад где-то, да? Чуть меньше. Неделю назад. Неделю-две назад. Да нет, больше, больше. Я уже подвергся к ковидному воздействию. Я уже три недели, так сказать, вот в пост этом периоде нахожусь в таком. Омикрон. Да, да, да. А было, с тобой мы встречались раньше, то есть недели три, наверное. То есть, вы покупаете Яндекс, вы покупаете ВК, и вас не пугает, что на американском рынке акции этого профиля, бывает, открываются с разрывом 20%. Кстати, американский рынок, покупаю Google. Google будет делать сплит. Вот это единственная, пожалуй, бумага на Америке, которая мне сейчас интересна. Так что летом сплит, Google буду покупать каждые 100 долларов вниз. Сейчас он где-то 2 800 стоит. Так что, вот как, я не боюсь, там же сдутие пузыря пошло в Америке, да? Мы видим там Netflix посмотреть или Facebook, да? Ну, с другой стороны есть Google и Amazon, которые так по-другому чуть-чуть. Google, мне кажется... Ну, как, Яндекс, он у нас, как я уже где-то говорил, он и Google, и Amazon в одном лице. Вот когда от него Amazon отпадет, останется только Google составляющая, я думаю, он будет цениться больше. Ну, Яндекс тоже я немножко совсем купил. Как бы основные пузы – это вот лидеры, это Сбербанк, Газпром и Мосбиржа еще держу. Я набрал много Мосбиржи, и пока как бы там без изменений. Так вот, я хотел вернуться к Яндексу ПВК, вы по тысячу сбросите, перекреститесь. А Яндекс когда вы сбросите? Ну, я думаю, что пока вот этот диапазон 3-4, наверное, в районе 4 тысяч продам, мне кажется. Пока не знаю. Яндекс по мультипликаторам стоит дороже Google сейчас. Поэтому, ну, компания хорошая, и, наверное, монополисты, и будущее у нее светлое, да, в Российской Федерации. Ну, пока я ее как инвестицию не рассматриваю, я уже как-то говорил, что инвестиции для меня – это акция, которая платит дивиденды. Которую, если я держу, и что-то пошло не так, у меня будет какая-то доходность. У Яндекса этого нет, поэтому это спекулятивная история. Если 20% дадут заработать, прекрасно. Вот пока что такие ориентиры скромные. МТС и Ростелеком? Надолго. Это все, если брать, то надолго. Уровни хорошие, прекрасные, но я пока не беру. Может быть, летом, если я разгружу там вот эти портфели первого эшелона, я посмотрю на МТС и Ростелеком. И та, и другая компания мне, в принципе, нравится. И цены сейчас хорошие. Но, как бы, нельзя объять необъятные. Не хочу продавать УФЗ, чтобы купить Ростелеком с МТС. Потому что, думаю, что УФЗ мне тоже еще там рост курсовой стоимости какой-то к лету тоже дадут. Пугает ли вас двухдневное падение нефти? И вообще, судя по всему, в период, когда будет ужесточаться политика ФРС, сырье не будет рулить? Ну, сейчас кто-то там выступал, что сырья у нас вообще нету. Ничего, ни дров, ни угля, ни нефти, ни меди, ни алюминия. Не боюсь. А какое падение, Андрей? 90 стоит. Какое падение? Не знаю. 3% ФРС входит в день значительно больше, чем нефть. Поэтому нефть 90, доллар-рубль 75. Ну, что тут может пугать-то? Тут вообще наши нефтяники герои просто в такой ситуации. Поэтому даже если 80 будет, ничего трагического в этом не вижу. ЦБ немножко уменьшит покупки валюты. То есть вы сейчас за нефть даже не будете смотреть? Ну, я смотрю, но как в ней участвовать в нефти, это себе дороже. Там движение совершенно непредсказуемое. Там кинь хусит и стрельнут по Саудовской Аравии ночью, и мы имеем гэп там 3% или еще. Даже ОПЕК никак, ну, как бы ОПЕК был в начале февраля у нас, да, рост добычи продолжился. Ну, и как это повлияло как-то на нефть? Никак практически. Ну, не знаю, смотрю, но думаю, что 190-180 для нас большого значения сейчас не имеет. И поздравляю наших нефтяников с такой хорошей конъюнтурой и с увеличенными продажами и с доходами. Думаю, что по первому кварталу мы увидим там прекрасные цифры по ним, по всем. Ну, это хорошо. А все-таки непонятно, зачем вы Газпром будете продавать? В смысле? А вот я тебе про нефтяников говорил. Нефтяники пользуются сейчас конъюнтурой, да? Да. То есть и объемы наращивают, и цена прекрасная, и рубль. А Газпром, как у него, так сказать, политическая составляющая, он не зарабатывает сейчас денег. Он предпочитает в Китай продать задешево, да, чем в Европу задорого. Ну, можно сказать, они там не бронируют объемы. Ну, так надо цены, наверное, соответствующие, объемы пойдут, все будет, и деньги потекут рекой. Ну, не хочет Газпром зарабатывать. Ну, что ж, я не собираюсь его, так сказать, покупать большие объемы, перевес в Газпроме делать. Вот эта ситуация мне в Газпроме не нравится. Мало коммерческой составляющей. По поводу рубля, вы сказали, что, наверное, от 75 может подключиться ЦБ и начать покупать валюту, да? Правильно я понял? Сейчас уже 75 ниже. Я думаю, ЦБ подключится вот-вот. И это, кстати, с одной стороны, вот с моей точки зрения, с одной стороны будет, конечно, против рубля. Может, он в пятницу подключится, ставку повысит там на 0.75 для точной настройки, чтобы продемонстрировать, что он там не рубит шашкой там по проценту, а вот он точно посчитал, и сейчас нужно на 25. 0.75, вот моя такая точка зрения, теория. И может в пятницу или в понедельник вернуться к покупкам, потому что на март у этого самого, кто-то у Минфина у нас покупает, у Минфина планы есть купить, да, на 600 там миллиардов по февралю. Покупок еще нет и накоплены. Так что возврат ЦБ на рынок покупки доллара, он вот-вот, и с другой стороны он будет сигнализировать о том, что геополитическая напряженность сходит на нет, скажем так. Я думаю, что ЦБ более-менее в курсе, и свои действия он соизмеряет с каким-то будущим, чтобы ему не шарахаться. Значит, если будущее у нас спокойное, то можно спокойно покупать. Вот я думаю, что два сигнала таких будет. С одной стороны это положительно для рынка акций, и когда ЦБ начнет покупать доллар. А с другой, наверное, некоторый будет негативчик для рубля, и мы там 76, куда-нибудь 77 можем пойти. Но участвовать в процессе рубль-доллар пока никак не планирую. Планирую только в одном случае, нажать кнопку buy, если стреляют. Понятно. Ну и последний вопрос по поводу золота. Там какой-то пошел расколбас. Слежу за золотом так же, как за нефтью. Мне сейчас интересно, например, полиметалл с полюзолотом, более чем золото. Ну и что я тебе скажу? Будете покупать полиметалл? По тысяче рублей буду покупать. Тысячи пока не было. Туда, стремиться куда-то. А, Васильевич, спасибо большое за интересное интервью. Спасибо вам, успехов. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok